В зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие международного форума «Андрей Громык» и «Российская дипломатия в эпоху глобальных противостояний». Мероприятие традиционно началось с приветственных слов научных деятелей и представителей высших учебных заведений. Для Республики Татарстан и для Казанского университета это большая честь принимать сегодня представителей его семьи и столь известных в Отечественном мировом научном сообществе ученых, представляющих профильные институты Российской Академии наук, ведущие университеты России и других стран. Поэтому я прошу поприветствовать наших дорогих гостей. Директор Института Европы Российской Академии наук Алексей Громойко в свою очередь отметил, что такого рода встречи безусловно важны как для молодежи, так и для уже умудренных опытом специалистов. В первую очередь для того, чтобы слышать мнение, обмениваться опытом и идеями касательно важнейшего аспекта современных международных отношений. Отметим, что мероприятие также посвящено популяризации историко-политического наследия выдающегося советского дипломата. Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громойко, чьим потомком является сопредседатель форума Алексей Громойко. Позитивные результаты усилий Андрея Громойко, направленные на поддержание глобальной системы безопасности, особенно актуальны в современную эпоху больших противоречий и требуют, конечно же, глубокого и системного анализа. Опыт важен и в истории второй половины XX века было много моментов, которые в чем-то были близки к тому, что происходит и в XXI веке. Например, сейчас мы встречаемся в дни, когда 60 лет назад разыгрывался кубинский или карибский, как мы называем его, кризис. Сегодня 27 октября, 60 лет назад мир наиболее близко подошел к грани ядерной войны. Об этом мы не должны забывать. Напомним, что к участию в форуме приглашались российские и зарубежные ученые, преподаватели, аспиранты, работники общественных и государственных организаций. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Тимур Табаров, Андрей Багудзинов, Ленар Гизатулин, Хафиз Гараев, Универньюс.